так друзья меня сегодня поздравили с днем работника сельского хозяйства несколько человек я вам очень благодарен вот и очень благодарен савинич и они сами который действительно работе сельского хозяйства инженер галереи вот учится и работает в госуниверситете и тем не менее насчитает что я причастен сельскому хозяйству спасибо всем вам перед этим вы меня поздравили с днем учителя но тут мне слов нет вот терпите такого учителя раз уж поздравляете вот смотрите вот эти вот две фотографии я делал прямо с экрана знаете что это это 1900 это это канун 1900 года это художественный фильм вы посмотрите на этих людей на эти лица вы поверите что вот эти люди внимание вот эти люди вот видите про справа актер который играет самого великого мичурина эти люди с назорами с лопатами с тяпками вот как оно было вот а вот ложка дегтя но чуть позже возьмем современный мир да значит вот это вот знаете что такое как оно называется но вспоминает персиковая мичурина то есть она была создана сто лет назад может больше я не знаю каком году это персиковая мичурина ну что ребят за это время что не могли вот эти люди которые давно в могилах они создали 100 садоводство мы что не могли поддержать их вот так вот это грустная тема а вот еще до грустнее это дно я назвал это дно вот это и есть современное садоводство это значит что вы купить если на эту фотографию она и сам большого такого-то это фотография злого сада то есть и украли у меня уже вот и еще представь себе что как у нас быть образованным каким надо быть грамотным и каким надо быть умелым садоводом чтобы создать вот это начало такое тут на 22 не аemer tramp Creating против не перестаю удивляться полезности шелковицы Это просто лекарь в нашем саду Свой доктор в огороде Я ни при чем Если вы думаете, я еще что-нибудь Там два десятка саженцев продала моя племянница Юля Все Летом, в середине лета на окоренение я продал полсотни веток С листьями Все, а сейчас нет ничего Поэтому я ни при чем Но дело в том, что я тоже учусь вместе с вами Давайте я тоже буду читать внимательно, пригодится Вот А подпись там очень близко мне человека Который постепенно становится знаменитостью Алексейка, Алексей Вот, но давайте по порядку Все-таки Как это могло случиться Что, я ведь как бы подбираю эту тему Ну как я могу знать, ребята Ну почему ведь в это время шелковица Я вырос в моем саду в украинском деревне Шелковица, огромное дерево А это ты чьи урожай Утром просыпаешься Все, с таким слоем лежит Плоды Куры, утки, свиньи Жрут, жрут, дояться не могут Я жру, жру Ужасная риска приезжал Я не говорю, что я ем Она черная Вот такой, весь такой вот Я сам езжу черную Вот Но это было А почему сейчас-то и нет, а? Ну Вот эти вот Ну Вы выросили хоть одну шелковицу Вы перекупщики Раз фотографии украли Значит у вас и нечего фотографировать было Вот Идем дальше Итак Читаем Алексейка Алексея Умнейший мужик Обошел меня Два раза Наука и Жизнь Я 50-го Журнал Наука и Жизнь А мне ни разу Хотя я тоже вышел в статьи Чувствуете разницу? Так Идем дальше Значит Алексейка Алексей Свой доктор в огороде Учимся Вот Заготовил я листики на зиму Все мои близкие люди Друзья Обеспечены лекарством на год Шелковица Очень полезное дерево Ягоды разжижают кровь То чего я сам не знал Благотворно влияют на красные кровяные тельца При этом не повышают гемоглобин Способствует разжижению тромбов О Тромбы Те самые Которые нас отправляют туда Листья заваривать и пить как воду Горь сушеных листьев на литр воды Помогают при болезни почек Мочевыделительные системы Циститах Недержаниях мочи При болезни печени Камня в жестком пузыре Язве желудка При болях в суставах Чистят кишечник И вот это я выделил Понижает уровень сахара в крови Ну у меня на 2-3 цифры меньше стало Вот это Я констатирую факт Я никогда не это Еще раз говорю Я сейчас на ней не зарабатываю У меня нет такой причины Значит Привеличивать достоинства Шелковицы Собирать листья желательно в августе В сентябре Вот сейчас октябрь А у нас задержалось лето Завтра еще на грибу Вот У меня есть какое-то количество Но через месяц кончится А я на всю зиму на грибу Летом можно заваривать И свежие листочки В этом году укоренение шелковицы Прошло особенное успешное Догоняйте, о чем речь пойдет Вы можете достать шелковицу Внимание Огромную помощь В этом мне оказала Галина Латинкова Надеюсь, что зима Для укорененных шелковиц Пройдет успешно И многие смогут купить Саженцы Железова То есть Не моя шелковица То есть название Шелковица Железова У Галины Латинковой Это Челябинск Это жена Это вдова нашего Евгения Юрия Латинкова Вот ее сайт Как вы сможете его скопировать Понятия не имею с экрана Это уже ваша головная боль Берегите свои деревья Будут беречь вас Ваш ученик Алексейка Алексейка Гражданин Алексейка Вот Я вот вас вспоминаю Потом еще Раиле Расскажу Еще об одном Кудеснике Вот Я все время говорю Когда совершилась революция Мичурин оказался Нужен Вот тебе деньги Вот тебе все Вот тебе Неофициально Такая власть Я буду Кусочками Вознакомить Но потом Вот А потом я смотрю Старое кино Вот он Матрос Вот ему говорят Иди принимай должность Председателя Председателя Госбанка А у него Три класса Образователь А что Надо Ну Алексейка Алексей Увнейший Грамотнейший Мужик И еще таких В моем окружении Десятки Вот Да Вот Уже пора Принимать Науку Уже все Академию Пора принимать Вот Министерство Пора принимать И поворачивать Оглобли Вот А пока Ну что Он помогает Галине Латинковой Несколько сотен Саженцев Надеюсь Вырастет Значит Несколько сотен Человек Внимание Начнут Лечить Друзья И знакомых Родственников Поняли А вот Второй Кудесник Мелиус Башкирия Я бы Старый Знакомый Галев Раиль Сеянцы Уже свои Но Стар Заметьте Сеянцы Свои Не мои То есть Не свои Костик Свои Но старт Был С вашим Костик К сожалению Я не могу Вам показать Это видео Здесь Почему Потому что Начнутся Технические Проблемы Но я На всякий Случай Только Одним Глазком Одним Глазком Ладно Вот Одним Глазком Листаю Это он Ходит Вокруг Персика И Видеофильм Снимает А я За ним Видите Как А посмотрите Что нет Штамба Вот Жаль Весь Показать Здесь Не могу Особенно Хорош Видимо Вот эта Лицевая Сторона Вот Это Вот Вот И В общем Мы поняли О чем Идет Речь Вот Таким Ребятам Пора Давать Уже Власть В руки Иначе У нас Никогда Персика Не будет Так Это Мой Снимок Сделан В моем Саду Знакомьтесь Это Сорт Почему Я говорю Да Можем Можем Если Захотим Вот Ну Вот Эту фотографию Свеженько Я Чернобаев И который С первого поколения Привил На культурный Абрикос На бай Знаменитый Бай Привил Темно-синюю Темно-синюю Эту самую Сливу Венгерку И получил розовую А я уже Это Уже два года Как У меня появились плоды И медленно Медленно Меня Перевращаются То есть Волшебник не я Поняли Волшебник Чернобаев Вот Интересная тема Встать Еще одна тема Ребята Вот какая Я Часть Косточек Ну Я командовал Это Я мог Все это Вычистить Собрать Вычистить Промыть А Это Еще От Это Называется Отсортировать То есть Значит Отбраковать Вот А все Что Остатки Вот Оно Лежит На Солнце Итак Значит Ирина Александровна Закончили изучать книгу Лусенко Ну Честно Вот Так вот Лусенко Одно Что он придумал Это Враг Придумал То есть Это Все Вредно В общем Дальше Принимать Как хотите Мои слова Вот Поняли Да А в схожести У Железного Сергея Ходил Ходил Посаду В нескольких Фильмах Я сам Удивился Осенняя Посадка Ну Может быть Кроме Несколько Сто Процент Весенняя Посадка Просто Сто Процент Ну Вот Мотайте На Ус Вот Возвращаем Лусенко Не Полит Не Полит Возвращаем Лусенко В Садоводство Так Ребята Идем Дальше Значит Так Получилось Что в объявлении Звучит слова Сто Тысяч Рублей За Один Сезон Поняти Сто Тысяч Это Можно И Десять Тысяч Можно Заработать А Можно И Миллион Как Это Выглядит Вот Я Тогда Решил Сегодня Вспоминаем Я Очень Красиво Рассказал Про Манджурские Абрикосы Думаю Ну Завали Заказами Один Что-то Заказал Двести Один Заказал Сто Но Это Это На всю Страну Это Не прорыв Потом Я Очень Долго И Нудно Рассказывал Про Манджурский Орех Который Тоже Я Считаю Очень Очень Нужен Для Того Чтобы Ну Вот Так Как Сейчас Только Мы Порошилковицу Там Пол Энциклопедия Медицинская Да Значит Алексей Ну Он же Не сам Это Придумал Вот Раз Значит Уже Два И сегодня Я решил Поговорить О китайской Сливе Почему Вот Сейчас Поверьте Почему Потому что Они Можем Заработать Вот И Здоровье Поправить И Сейчас Коротенько Расскажу Итак Я Когда Мне Надо Было Найду Набрал Происходение Китайской Сивы Первое Что Нарвался Ну Догадались Правильно Для рекламы А как же Без рекламы За что Вот Итак Что Было В рекламе Препарат То есть Заметьте Не плоды Не плоды А препарат То есть Лекарства Состав Средства Для похудения Так Ребята Как вы думаете Если препарат Китайской Сливы Для похудения Годится Сами плоды Для похудения Не годятся А Ну Погадайтесь За два раза Идем дальше Продукция Для похудения Поставляемая Из Китая Не содержит В себе Химических Добавок И консервантов Вот Ну Реклама Но то реклама Хотите ведь Хотите нет Несмотря на название В составе Присутствует Не только сливы Другие компоненты Ну и так далее Вы уже поняли Если Из Китайской Сливы Вывод Если Из Китайской Сливы Делают Лекарства То давайте Мы будем Есть Горстями Горстями А Я Подобрал Несколько Это далеко не все Сильно много У меня фотографий Я У меня нет Времени Сил И денег Чтобы посвятить Себя Упорядочение Какого-то Вот Такого Уже Действительно Чтобы Как меня Мой брат Железов Юрий И Этот Самый Сафронов Меня как бы Поговорил Поговорил Давай упорядочить Для Нормально Были А пока Так Вот Сколько Смог Вот Сколько Смог Вот Одна Фотография Вот Вторая Фотография Это Все Китайские Все Вот Это Самое Распространенное В нашем Мураве Когда Это Было В каждом Саду Ну Сейчас Еще Ну Пусть Скажем В десятом Саду Что Касается Уничтожить Деревья Своими руками Хлебом Не кормить Это Обязательно Весна Пришла Потом Осень Пришла И Сотни Десятки Сотни Тысяч Сотей Фильмов Про Осеннюю Обрезку Перед Морозами Представляете Перед Морозами Понадел И Это Все Серьезно И Они Такие Умные И Добрались До Центральных Каналов Вот И Никто Ему Корот Не Даст Я Раз Открыл Пасть На Международной Конференции Так Мне Дали Сказать Ага Против Таких Есть Кнопка Под Столом Нажал Я Говорю А меня Не Слышит А Потом Говорит Время Стекло Вот Так Вот Было Ребята Поэтому До Сих Пор Они Были У Нас В Саду Пока Не Научились Давайте Вернемся Хотя Бо К Ним Запомнили Я Называю Красно Желтая Условное Название Почему Она Кошла С Китая Пришла Приморье Потом Расползлась Вот Огромная Коллекция Была И Промышленный Сад Был В Суботе На У Бойкова Галины Николаевны Директора Я Сам Там Присутствовал Любовался Пробовал Наверное От нее И пошла Скорее От нее Пошли По округе Она Намного Раньше Началась Чем Я Там Вообще Появился В 84 Году Появился А там Уже Ого Так Вот На нее Полюбовались Сладкая Неимоверная Вот Еще Такая Еще Такая Знаете Как Про нее Пишут Иволистая То есть Длинная Листя Иволистая Вот Посмотрели Дальше Смотрите Про мои Косточки Я гордо Говорю Итак Отмыли Все что Всплыло Вот здесь Вот То есть Все что Потонуло Вам Все что Всплыло Вот оно Это раз Теперь Расскажу Вам Следующая Тема Там ниже Расскажу Вам Глядя Ну Вот В эту Самую Самую Любимую Сайногорцами Бывшую Бывшую Любимую Вот Так вот Мне фотографии Поярче Но Искать Трудно Там Где деревья Ломятся По 10-15 Ветер Дерево Да Вы все Видели Это Итак Приезжаю Сюда В 84 Году Значит Иду На Рынок Совершенно Там Получалось Так Завод Запускается Инфраструктура Раскидана Даже По деревням В поселке Майда Там Была Это Ну Медицина В смысле Как это Называется Проходили Медкомиссия Да И вот Там Рядом И вот Он Базарчик Что Случилось Это Было Невидное Звящее До сих пор Не было Ни фотоаппарата И мыслей Таких Не было Вот Я был В ужасе Человек 40-50 Квадрат Ровный квадрат Как будто Воинское Подразделение Перед каждым Несколько Ведер До 10 И вот Ведрах Вот это Все И ни одного Покупателя Я один Ходил И мне даже Стыдно У кого выбрать Глаза разбежались Я купил Вот Это был 80 Представляете Вот И Ну Считайте 39 40 лет назад И тогда Я только Полюбил Потом случилось А Знаете Почему Они пытались Продать Потому что Скупщик Говорил Приехать И не приехал И они Думали Сейчас Ну По дешевке Там Хотя Какие-то Рубли Заработают Это Раз Второе Появился Через Пару лет Я У меня Уже Дача У меня Уже Своих Десяток Таких Слив Вот Хапал Все подряд Первый Этап Дача И тогда Появился Кооператив Иний Который Принимал И замораживал Эту продукцию Принимал Все Их А Продай Попробую На базаре Ага И в этот Иний Понесли Все И тогда Люди Сказали Господи Да у меня Одна слива Две У соседа Тоже две А я могу Десять Двадцать Сорок Я поддаюсь Общему порыву Знакомых Много У всех Эток Слив Немерено А самое главное Что Скотки Замучиться Растить И урожай Ждать А корневая Отводка У каждого У каждого Я у одного Таких Накопал У другого Таких Накопал У третьего Таких Накопал Вот Накопал Накопал Сорок Штук Когда они Пока они Начали Ждал Подношения Кооперативине Как Производственная Площадка Прекратил Существование Набрал Кредитов И стал Что Обыкновенная Торговля Мебель И прочее Купил Продал Все И у людей От каждого Порезка Десятков Деревьев И это был Такой момент Они Кому Не нужны И не было В то время Еще Никакой Коммерции Настоящей Никто Не скупал Никто Не возил Отвези Красноярск И сейчас По моему Ни черта Этого Нету Вот Вот ведь Как Происходит Все И потом Пришлось Это все Вырубать И я Вырубал А куда Деваться Надо было Что-то Другое Персики Черешню Это потом Я начал Прикупать На 2 миллиона Земли Прикупил И вот Получается Что теперь С ней делать Показывал Фотографии Тем Возвращаться Не будут Вы видели Дружные Всходы Но она Зараза Может Зайти А мой Но Очень любит Сейчас Сходить На второй Год То есть Ни одна Не теряется Почему Я наблюдал Долго У Сергея Был один Год Когда они Просто Все Не взошли Несколько Школок Несколько Грядок Вот Не взошли И все Вот Я думаю А что будет На следующий год Ну Решили Не перекапывать Просто ждать Дождались Практически Взошли все Потому что Ровными Рядочками Фотографии Я вам Показывал Но Если Послушать Советы Уже Старшего Меня То Всходит На первый Год Фотографии Тоже Показывал Итак Представим себе Что здесь Допустим Их штук 300 Зашло 250 Вот В Красноярске В Новосибирске В Омске Крупных городах Что не купят Ее Объяснить Что это Не с этого Не с этого Самого Не с этого Не с этого Не со Средней Азии Не знаю Но если 250 Умножить Допустим На 400 Рублей Вот Вот 100 тысяч В кармане Поняли Да Подумайте Об этом Вот Я их продаю По 20 Рублей Штучка Косточки Они того стоят Вот Я не самое Эффектное выбрал Что попалось То выбрал Времени Вещи не хватает Для более То сказать Обстоятельных Беседок Вот так Вот И Где-то Погодите Я потом Как доберемся Мы до Это До Семи Матвеевых У них пошло Да как пошло Ой Я забыл Я найду эти фотографии У них пошло И где пошло В Омске Омск Это Колчаковская Столица Сибири Это Кондова Сибирь Прекрасная Урожая Вот такие же Как я вам показываю Так что Я не болтун А Семья Матвеевых Это мои ученики Они приезжали На семинар Они отсюда От меня Увезли В том числе Вот это Все Вот это Вот это Вот это Теперь у них Великолепная коллекция Китайских сиб Убедил Нет А Я после Знаю Что будет Ничего После каждого Таких моих Красивых Рассказов Никто Не бежит Хотя бы Сотню Косик Купить Аж Я говорю Про тысячу Потом Где-то Второй Третий Пятый День Когда люди Досматривают Многие Смотрят На второй День Кто-то На пятый Вот тогда Где-то Кто-то Глядит Что закажет Обычно 10-20 Чтоб Заказывают Вот Ну ничего Я оптимист Когда-то Ситуацию Надо будет Перелапливать Ну сколько Можно Жрать Отраву Ну сколько Вы поверили Мне хоть раз Что Нет у меня Никаких Эдохимикатов Нету Нету Мне иногда Говорят Я только Алатар запомнил А перед этим Карате Ну потому что Пользовался В те годы И то Питонники Смотрим Дальше Ага Да Вот Почти анекдотичный Случай Годом Раньше У меня Сварух Слива Ой Груша Достаточно Вкусная На болотых Деревьях Ее даже Вполне Можно Кушать Какая-то Горчинка Легкая Такая Она Не вредит Многим Даже Нравится Я проверял Я же даже По молодости Я даже Ведрами Продавал Было По молодости Ну когда Ничего Не было Кроме Зарплаты Так вот Значит Покупали Значит Я же Пробовать Даю А тут Случилось Следующее В прошлом Году Где-то Ну может Уже Не 40 Деревья Уже Не с Таким Молодые Ну 30 Ведер Ее было Два Дерева Выпилил Оставил Молодое Неплодносящее И одно Уже Старше Ему 30 лет Вот Ну куда Мних В этом году Ведер 30 лежало Немножко Использовал На семена На еду Нет Когда такое Урожай Не вкусно Прямо говорю Когда огромный Урожай Ну Ведер 30 было С него А остальные Просто Сгнили И все Приходит Этот год Впервые За столько Лет За 30 Лет С лишним Урожай Сладенький Сладенький Смелься Будете Не больше Дух Ведер С деревом С деревом И было Все И вот Только Сегодня Нет Вчера Вчера Видишь 7 октября 23 года Я еще Набрал Два десятка Последние Упавшие Вот Ну а теперь Вот это Действительно Дефицитная Вещь Пока Были Не Замечал Как Только Практически Кончились Подавай Все Ну и Один Из двух Мне Знаете Что Сделал Он Попросил А они Же Были Только Выковырянные Это Позднее Выражаю Вот И Сушились И вдруг Он Говорит Так Обратно Берете Ну Уже Не Обязательно Эти Груши А Любая Груша Разрезаете Пополам Там Вычищаем От семен И Эти Семена Вот Берем Две Половинки Внутрь Две Половинки А потом Я их Скотчим Раз И Так Присылайте Прямо Это То Обратно Плод Перезревший Такой Ну Еще Мокренький Еще Не Сгнивший Два Таких Плода Послужили Пересылки 45 штучек Кажется Там Было Вот То То Есть Человек Придумал Транспортировку И Хранение Потому что Ему Надо было Садить Он должен был Их Мокренькими Вот Но Это Его Право Право Не Право Извините 45 штук Умножаем На 20 Итого 900 Рублей Я Поимел Извините Грубое Слово Но Иногда Приходится Побывать Торгашом Вот Времена Когда я Полын ударил Отошли Потому что Спрос был Бешеный Я каждую Третью посылку Выслал Бесплатно Вот Теперь Такие времена Кончились Спрос падает Так Глазах А Жаль Жаль Так Вот Это Вот Недавно Это Было Позавчера Значит Я Просто Полюбовался Сфотографировал И Чтобы Вы Видели Что Такое Осенняя Продажа Вот Эти Саженцы В Горшках Они Сильно Обрезаны Если Не Видите Я Приближе Вот У 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 Вчера Был Фильм Я Снимал И Сергей Гордо Заявил В У У У У У У Репутация Репутация Дороже Чих 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 Каприза Не Понимаете Значит Это Вот На рынок Там Обрезать Не Будут Вот И В голову Не Придет Смотрим Дальше Вот Эта Фотография Случайная Вот Получилось Так Вот Книга Тайна Тайна Плодовых Деревьев Не буду И Опять Как Вот Я Долго Говорил Рассказывал Вот Еще Раз Хотите Иметь В саду Такие Огромные Деревья Как У Меня Вот Видите Под Ними Под К Не Под Ними Между Ними Вот Такие Ямы Были Полностью Заполнены Органикой Все Кроме Стекла И Пластика Это Органика Вывозить Ее Из Этих А у Нас Миллионы Дальше И Миллионы Приусадебных Хозяйств Так Еще Есть Такое Понятие Одноэтажная Россия Это Когда Ну Вокруг Каждого Города Люди Не Только Дома Две Сотки Пять Соток Деся Соток Вот Везде Всюду Так Случилось Что Мы Стали Жертвами Этих Предпринимателей Которые Дерут Саш Деньги Вот И Мы До Нас Удобно И Ничего Мы Вывозим Органику Из Своих Садов Из Своих Этих Самых Домов Вот Это Первое Преступление Перед Природой Уже То Что Везут Машины Мусорные Уже Никогда Не Вернется В Оборот Вернется То Что Вы Сюда Кинете Поняли И Это Глупость Потому Что Это Все Должно Накормить Ваши Деревья Поняли Да Вот Дальше Подождать Но Я Предательство Тупость Невероятная И Так же Как Медицина Купить Лекарства Будьте Здоровы Как Я В общем Показывал Это Фотография Моя Дебильный Саженис То Они Не Понимают Что Они Нарисовали Саженис Который Назовем Мертворожденный Вот Так И Мертворожденный Они Даже Не Понимают Что Продают Поэтому Везде Всю Одна Проблема Как Вернуть Здоровый Смысл Я Пока Не Знаю Жду Когда Наши Придут Общая Фраза Вот Под Этими Деревьями Видите Они Огромнее Намного Просто Я Не Могу Так Сфотографировать Чтобы Увидели Что Здесь 12 Метра Деревья Так Теперь Ребята Меня Еще Днем Учителя Поздравили И Этот Теперь А Вот Поконкретно Один Поздравитель Моя Духовная Дочка Моя Ученица Вот И Поздравляя Меня Вот Она Чтоб Я Не Сомневался Что Она Тоже Сельхоз Она Написала Следующее По Образванию По Сердцу Заметьте По Сердцу Мне вот Это Все Подравилось Слово По Сердцу По Династи Сельхоз Зник Вот Самое Главное Дед Мавалитин Был главой Главный инженер Треста Как А это И есть Сельхоз Важнейший Компонент Это Вода Белиорация Так Рассительные Системы В Селиванихе Баграде Минусинске Кайбалах А потом Когда В Красноярск Переехали Главный Инженер Красноярск Вот строй я То есть Получается Как она пишет Я Потом Сельхозработник Вот так По образованию И по происхождению Третье поколение Вот это И есть И тогда Сказал И тогда я сказал Себе А давайте Еще раз Все покажу И почему Потому что Нам уже Новые преподаватели Если ее Даже Забрать А ее Давно Даже были С руками Оторвать Вот Какой-нибудь Сельхоз Вуз Но если Она научит 100 человек Из них Потом Да никто Не будет Работать По профессии В агрономы Никто не пойдет Нисчета Вот И убожество В этих самых Там где Нужны Агрономы Вот Тем более Садоводство Это Промышленное Это все Это Потеряно По-моему Навсегда И вот А нужен Такой человек Который Не 100 человек Научит А миллион Мор 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 Мор